привет народ добро пожаловать наши посиделочки место где мы с вами продолжаем обозревать дом дракона вы уже не знаете куда спрятаться от меня а дядя вова вот пришел пришел вам рассказать еще спойлеров так что если вдруг вы боитесь спойлеров то пожалуйста когда вы видите видео разбор промо или разбор тизера это значит что какая-то информация может но случайно вывалится память ешь не вот этот дядя экземинист или как он называется который голый ходит в парке вот загнал вас маленьких несчастных деточек сюда в парк сказал идите ко мне идите смотрите у меня очень интересный разборчик есть и потом раз и раскрыл свое пальто и показываю вам эти спойлеры нет вы сами сюда пришли вы сами хотите посмотреть чтобы дядя вова раскрыл свое пальто так что если вы сюда пришли то вы предупреждены можете увидеть все что угодно вот честное слово так что не плачьте потом и не разбивайтесь и не зовите дядю полицейского потому что уже никто не поможет сами пришли сами виноваты не виновата я я он сам пришел как всегда начинаем с того что мы делаем работу над ошибками обговариваем ребят дофига комментариев под прошлом видео спасибо вам большое там конечно половина комментариев было мусе потому что она стащила перетащила нас себя одеяло и там лайкосили и и ну ладно мне не жалко мне с кошкой со своей поделиться лайками совсем не жалко и но а другие комментарии по делу дядя вова прочитал ну естественно сейчас вот вам даст фидбэк если вдруг кто в первый раз пришел идут господи да шо воно так этом балакая о чем он там вообще говорит не бойтесь все так запланировано берите чай берите плюшку бутерброд с колбасой только на язык ложите правильной стороной садитесь сейчас мы в деталях по мелочам пройдемся по каждому тизеру кто-то значит мне больше всего нравится в шоке знаете люди да не позже мой тизер на одну минуту а у него разборы на полтора часа да я такой я так умею и если вам так нравится заходите не стесняйтесь так про мусю сказал сегодня ее со мной нет потому что она у меня еще так своенравная драконица когда хочет приходит как любая кошка которая гуляет сама по себе но начнем с лейнора потому что первое если какая-то собака начинает мне сейчас возмущаться это потому что это культура волк потому что вот чтобы геи не захейтили сериал они решили сделать хэппи-энд для персонажа гея там у нас еще свой мальчишеский чат есть мы там обсуждаем эту тему и я говорю если бы каждого гея спасали в игре престолов или доме драконов тогда у нас и рэнли не погиб бы не его рыцарь цветов не погиб не погиб бы оберин мартел потому что он тоже наполовину гусями питался наполовину утками потому что оберин мартел считал что это только на войне надо выбирать сторону в любви и гуси и утки все нормально все пойдет так что поэтому если бы рыцарь поцелуев тоже не забили бы его на свадьбе нет это не сделали не потому что лейнор был геем так давайте мы теперь занесем геев в эту красную книгу и всех спасем занесите меня в какую-нибудь книгу пожалуйста спасаете меня спасайте особенно если это будут накачанные мужчины с календаря пожарник 2023 и если мы вообще говорим про персонажа которого спасли это сделали для того чтобы показать насколько рейнира хорошо относится и порядочная баба вот он пришел к ней рассказал что все отправляю любовника далеко буду работ с тобой воспитывать детей все будем поднимать будем создавать вот этот вот имидж частными умного пиар менеджера все сделаем как надо все сделаем как красиво если что будешь рожать я сразу возьму и ведро с краской будем окунать ребенка лисенте будем показывать а потом со временем скажем ну мало ли сильно хорошо мыли в ванной мочалкой драйли и поэтому стал беленький а когда родится вот покажем путь был черненький в общем короче говоря лейнор же собирался помогать принцессе не собирался ее бросать поэтому она по-хорошему ему помогла кто-то мне пишет нет твистер ты не понял они собирались такие его убить ребята смотрите движение руками следим внимательно если бы дэймон и рейнира на самом деле хотели избавиться от него то зачем на какую бабушку дэймону нужно было сворачивать голову темненькому слуге в замке подкидывать когда забросить его в костер положить рядом белые волосы ну кто для чего дэймона туда было сворачивать же он же сказал нужны свидетели ну тогда больше свидетелей тем лучше дэймон поступил теперь все вот эти вот на этике которые ну да конечно вашего гея спасли от бедного несчастного слугу замочили ну да давайте поплачем про ноунейма какого-то что придумаем теперь у него пятеро детей комментарии кто-то там у него 5 детей больная мама осталась там какая-нибудь жена наполовину инвалид к он обеспечивал всю семью а его взяли вот так вот нечестно их шею сломали в костер кинули ребята ну давайте не будем по каждому ноунейму плакать нет давайте включим сейчас звездные войны будем плакать по каждому ноунейму сядем когда взрывается какая там планета звездой смерти взорвали сядем и будем плакать по каждому кто там на той планете погиб по каждому и волку начнем плакать давайте давайте ну шо какие смешные я вас умоляю потом вопрос знали ли родители о том что это на самом деле не рейн этот лейнор по книге если мы смотрим по книге все равно даже после смерти лейнора между рейнирой и морским змеем оставались очень теплые взаимоотношения они продолжали оставаться в одной связке как бы даже по книге даже по книге если там ходили слухи что именно деймон заплатил того чтобы избавиться я даже больше чем верю что может на той ярмарке тоже какого-нибудь подсадного взяли лейнора похожего и с женихом там дрался жених громко кричал может он набил даже морду этому лейнору по видимости и все и потом кто там знает днк тесты делали не делали какие-то купцы говорили что видели что они ссорились так что поэтому вполне возможно может даже и в книге они на самом деле позволили лейнору жить счастлива где-то в каком-то месте за узким морем так что знали ли родители было бы очень неплохо потому что когда ты смотришь на почти королеву рейнис как она убивается у костра может хотя бы ей сказать тогда она меньше бы ненавидела но сейчас посмотрим тизер кто знает может быть где-то почти королева даже захочет стать на сторону зеленых в сериале потому что вспомним один момент из основных трейлеров нам не показали когда почти королева разговаривается ли сентой и она не спрашивает а ты сама не хотела ли бы когда-либо стать королевой мы этой сцены еще не видели будет ли она в этом трейлере или в следующем ждем короче говоря ждем но было бы неплохо если бы родителям сказали чтобы они не так сильно убивались согласен ну да это оскару надо дать рейни этой рейнис мой сын какого-то этого слугу остатки на кого же ты меня покинул родненький ты мой смотрит а все посмотрели записали на камеру сняли в тикток выложили все все уносите остатки можете даже сбросить туда же следом за сестрой уже даже пустой груб скинуть а может слуге такие почести пускай его пятеро детей и жена она половину инвалид и бабушка на обеспечении радуются что их муж получил это может денег им выплатят может и не эту ладу калину себе купят на эти деньги шо в этом никогда такого что ли не было никогда такого не было но вот и опять ну короче говоря вопрос теперь про дракона ведь у лайнора был дракон ну представьте этот на веслах а дракон батю ты куда и следом за ним я единственная у меня такая мысля может быть просто не показали но помните когда у арии было люто волчица немерия она что же за ней кругом ходил и ари шушь шушь камнем даже в неё кинула может примерно точно такое же и может даже он полетит следом за лайнором они где-нибудь может попрощаются он ему скажет все иди не поли контору в прямом не в переносном смысле то скажешь дракарис и все 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 будут знать а шо это тут такой за лысенький мальчик который повелевает драконами где-то мы этого дракона уже раньше видели в общем короче говоря скорее всего он просто его шушь 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 отправит или скажет служи теперь вот моей племянницы и я не удивлюсь если морского в мире сериала морского дым сисмок его на нем будет ездить вот та дочь дэймона у которой яйцо не проклюнулась в сериальном мире это было бы но просто замечательно вписалась бы все ответил на эти вопросы ответил теперь следующий вопрос по поводу дэймона и рейниры химия между ними есть нет ребят вот честно положа руку на сердце химии не почувствовал когда мы видели молодую рейниру и когда они с дэймоном вот это вот они стоят разговаривают вот там была химия вот просто хотелось как в том мемасики с двумя собачками идите тупокаетесь вот примерно так и хотелось так вот а с этими что-то как то вот когда вот они были молодые вот прям так так и хотелось и так и вот так и вот так вот а с этими что-то как то вот не знаю тухлый какой-то кекс у них был на пляже залезли там в под эту архитектуру разбитой лодки и чпок там как бы ну понятное дело что все дела сделали но не было вот этой вот страсти типа вот да я дождалась столько времени как будто бы какая-то вот новая тетя с каким-то проходящим дядей ну как бы для нас понятное дело ну наконец-то случилось ну вот такой безумной химии между ними нет не было может потом раскрутиться но кто смотрел мой обзор на целую серию я же вам рассказал что эту сцену вообще вот это все снимали в самый первый день съемок ребят ну представьте два актера не сработавшиеся ничего их кинули и чпокайтесь и все изображайте страсть понятное дело что они актеры с каким-то вот опытом и все может дэймон не успел войти в свой образ до этого не распознал потом же когда снимали с молодой рейнерой там он уже понял как именно отыгрывать дэймона не знаю не знаю но от химии я не почувствовал с этим я с вами вот абсолютно согласен теперь момент который я забыл упомянуть когда король уже все начинает по чуть-чуть немножечко там с воздухом здороваться вспоминать давно ушедших сенаторов и проходит мимо вместо алисенты и 1 эймой назвал такое же за бывает постоянно решил подписать указ ручку помогал типа в чернильницу ребята таких вот дедов маразматиков мы уже видели за головой везде и и в каждой стране да еще и не по одному таких есть и ну если честно для него и вот что тоже 40 лет тоже надо такую фигню сотворишь потом думаешь господи хорошо что меня никто не смотрел и никто не выставил меня на всю миллионную аудиторию я хоть если какой-то дурацкий тик ток написал или какой-нибудь какое-нибудь сообщение в твиттере я все-таки не илон маск на секундочку хотя некоторые говорят что похож но я за него отвечать не буду какой-то дурню сказал что там придумал я вообще я илона маска вот кто на канале у меня давно не даст соврать я никогда и мне вот так вот не восхищался что чуть ли не образ святого он хайпажор хайпажор дядя вова хайпажор немножко тоже хайпажор немножко вот пока мы на теме хайпажорство можете лайк поставить но я к тому что у короля уже начинается легкий маразм начинает забывать о чем какая где какая жена там видно что алисенту это зацепило там рыцарь да да еще рыцарь так корректно короля поправил типа я королеву алисенту потом приведу король тоже прикинулся что ничего не понял и и ушел все пошлите поэтому по самому трейлеру это я поставлю наверное тайм-код чтобы люди кто не хочет слушать работу над ошибками знали куда идти ребят смотрим с вами трейлер английским переводом потому что я пошел на амедиатеку они опять какую-то дичь там на переводили не знаю может смотрите может им весь эпизод выдают и они по смыслу где-то его переводят но там я уже не помню я посмотрел они две реплики перевели неправильно две реплики перевели неправильно так что поэтому здесь пойдем по английскому трейлеру я вам расскажу я вам расскажу с какой страны нападают на дрифтмарк плывет у нас караба их королевской гавани и мы слышим ото хайтаур говорит как деснится я теперь буду голосом короля по этому вопросу и по всем остальным и мы видим что ото хайтаур добрался наконец-то до власти все конечно суток сложно быть королем или править если не дай бог не дай бог ты где-то немножко сидра и баварского зала борского золотого какого-то но какой там золотой борской золотой но немножечко прибухнул между жизнью и смертью всего лишь одна ступенька оступился на хрен в моем случае если оступился на ступеньке ну шишку набил ну или там лодыжку вывернул а тут же все мозги насквозь в голове не ну страшно но конечно ото хайтаур дорвался дорвался до власти теперь мы видим рейнера уже при дворе хотя мы там эпизод нарезают для тизера трейлера не в хронологическом порядке они как бы мы просто узнаем что они прибудут сюда кстати этот эпизод давайте проверим как он называется пока мы с вами здесь у меня здесь есть картиночка картиночка с названием эпизодов так вот давайте вам открою весь экран кстати пишу как всегда все одним дублем ребят так что с вас лайки с меня подписки нет и подписки с вас лайки с вас кстати смотрите мы уже почти что до 23000 до толкаем восьмой эпизод будет называться лорд приливов потому что как раз тут все скандалы начинаются кто же будет занимать престол лорда приливов на дрифт марки ну раз мы тут уже с вами на этом кадре сейчас поблагодарим сразу моих дорогих замечательных спонсоров которые поддерживают копеечкой будут сразу вам тоже спасибо большое ребята за то что подкидываете монетку для него он тут исполняет играет на свои балалайки а вы поддерживаете меня монеткой спасибо большое спасибо очень приятно погнали дальше и итак отдыхает а ур сказал парадом парить буду я смотрим теперь рейнис говорит завтра рейнис не рейнира а рейнис завтра high tower и нанесут свой первый удар медиатека что-то перевели как прольют первую кровь но вот это вот high tower land der first block как бы я понимаю вот в этой реплике если бы я услышал от это американца но без контекста что high tower и как бы нанесут свой первый удар я бы так хотя если у а медиатеки есть какой-то другой полностью весь сценарий может они как-то по-другому красиво красиво тут выглядит рейнира при дворе и самое что интересно так смотрит алисента что с лицом что с лицом или она изображает резкую скорбь вообще конечно не понравилось как их всех выстроили по поводу мы же видим опять time jump происходит это у нас уже последний time jump все привыкаем уже к вот этому актерскому составу вот этот актерский состав с нами будет и до самого конца теперь алисента со своей семиконечной звездой кстати если вы смотрели внимательно этот трейлер очень много делается акцента над семиконечную звезду ребят и мне кажется может быть внесут вот этот момент религиозности что она может попробует сыграть на этом что распространять мораль религиозность и именно вот поклонение семиконечной звезде вот чуть ли не начнет продвигать в массы и за счет этого покупать голоса и теперь актеров я обсуждал в одном из своих видео я в сообществе у нас есть сообщество ютюбе приходите вкладка в сообществе там есть некоторые видюхи которые важные я их закрепляю и я закрепил видео где мы обсуждали вот этот рекаст более взрослых детей и смотрите актер который играет кристина арбакайте кстати теперь вместо кристина арбакайте похоже сюда взяли этого александра маршала сделал пластическую операцию и все страйки всякие но тем не менее а актер который играет старшего брата он младше чем актер который играет его младшего брата смотрите вот это вот вот это я не понимаю кстати я не вижу где еще один мальчик мы говорили об этом на стриме типа как да он будет но почему о нем вообще ни слова не про пол слова потому что вообще у александр должно быть чет четверо детей три мальчика и одна девочка почему нету не знаю но шут сказал что должен быть во втором сезоне а как они его добавят как они его добавят потому что по возрасту он уже должен быть вот ну с ними одного возраста о нем даже нигде ничего не упоминали вот это я не понимаю и для меня тоже это такой большой знак вопроса почему именно этих актеров взяли хорошо допустим вот он ну очень 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 похож на эймонда и молодого пацаненка и вот в нем к персонажу он очень подходит вот этого мальчишку почему взяли я не понимаю он и по возрасту этот актер младше может он играет как боженька живем увидим но для меня это очень большой вопрос почему ждем а кстати и они уже в принципе либо поженились либо нам нам уже покажет что они муж и жена либо может в этом эпизоде свадьбу сыграть теперь мы видим вот опять таки в этом эпизоде очень уделяется внимание вот этой семиконечной звезде теперь на этот раз рейнера говорит что эти гадюки правят от имени моего отца алисента сидит если это в малом совете теперь рейнера разговаривает с дэймоном кстати это ожерелье наконец-то снова достала и шуфлятки потому что бежал из же раньше про гадюк этаж этих хайтауров и дэймон говорит ну что ж тогда отправляемся в королевскую гавань собираем мана тачки и поехали и мы уже видим что следующая сцена король лежит в постели поэтому то хайтауров за него аж выступает и приехала видать ему проводят процедуры и рейнера пришла к нему навещать еще мы слышим беда не приходит одна не только королю стало плохо не только королю клизмы с пиявками ставят но еще и морского змея поехал на ступенях опять и получил по главе и очень сильно ранен говорят что сильно ранен на ступени теперь опять таки я вас предупредил предупредил вас что будут спойлеры если если вы вот сейчас будет вообще вообще ну спойлерный спойлер будет прямо из книги буду читать вот разбегайте сейчас чтоб чтоб потом не не нет а никто не плакал потому что помните я вам сказал обратите внимание насколько же это жмутный этот беймонт теперь у лорда корлиса однако имелись и племянки в том же году морской змей внезапно слег с лихорадкой все задумали задавались вопросом кто станет лордом случае его смерти по закону титул должен был перейти к его старшему внуку джеку но поскольку джак наследовал железный трон вслед за матерью рейнира просила свекра передать лордство люцирис у лорда корлиса однако имелись и племянники добрых полдюжины плодотворный старший из племянников но здесь немножко по другому как то они обыграли что он то ли его брат то еще что-то старший из них сир веймонт полагал себя законным наследником дрифт марка и заявлял что сыновья рейниры от сира лейнор на самом деле бастарды рожденные от харвид до стронга принцесса откликнулась на это по-своему принц деймон взял веймонда под стражу клеветнику отрубили голову а тело скормили и раксу но это еще не все книга пишется что на этом дело не кончилось братья веймонда с его женой и детьми устремились королевскую гавань требовала королевского правосудия и за рис уже с трудом сбиравшийся на железный трон молча выслужил их и приказал всем вырвать языки вас остерегали сказал он больше я не желаю слушать подобную ложь посмотрим как именно здесь покажут потому что будет сцена как он еще много где расхаживает но если нам покажут что деймон может даже с позволения почти королевы вырвет ему язык и скормит сираксу то в принципе я особо не расстроюсь ждем как именно видно что он вот такой хитро сделанный помните то революцию пытался устроить бунт что типа кто пойдет на кормильца крабов надо было давно его уже скормить нечаянно где-то потерять еще я помню тогда морской змеи говорил я не посмотрю что ты моя кровь бунт я не потерплю теперь христиан коль я не знаю может где-то он подобрал моего генетического материала и тоже решил не стареть ну как бы я это вообще я понимаю что такое возможно чисто теоретически но прям как-то ну совсем он не стареет ну совсем даже седых волос ему блин елки-палки не добавили ну могли бы тут уже пацаны вымахали дядик а он все еще как мальчик размахивает своей булавой но это все так по книге он был именно мастером который тренировал и учил пацанов сражаться смотрите очень интересный момент что эймонд он наездник самого большого самой большой драконихи в эстеросе но все равно вот заметьте все они там не пренебрегают и продолжают тренироваться хотя я не сильно тут вижу эйгона второго по книге написано что он вообще растолстел пожирнел и там только делал себе разных бастардов бегал там за этими за официантками в лужанками всем остальным а эймон продолжает тренироваться вот это вот очень круто и там же что же вопрос who will take the drift who возьмет трон дрифт марка пока морской змей типа болеет там с короткой ну понимаете этаж сезон болезни от эти вот к вида где-то подхватил поехал на ступени там холодно сквозняк все-таки мужику уже не 18 лет простудился приехал домой но она его там лечит компрессами тоже наверное пиявка там всем с каждому главная проблема не представьте каково средневековье было быть этим дуримаром ходить пиявок собирать так и шо главное правильный маркетинговый ход я не знаю кто вообще смог попробовал что и когда у тебя давление положил привязать пиявочку приложил стало лучше понос пиявочку приложил стало лучше эрекции нет пиявочку приложил пиявочка все сделала вместо тебя смотрите вообще конечно я не понимаю кто придумал этот маркетинговый ход но он сработал и все дуримары наверное тут каждый второй был миллионером средневековье пошел пиявок понасобирал королевскому дому пришел и главное еще можно даже подписать их вернуть в разные обороты эти оберточки сказать это пиявка а там вместо лунного чая принимаете за эту пиявку настой кидать эту пиявку натирать можно круче лечит она своего короля где-то там за кадром а тем временем этот пришел и понты крутит надо было его в костер спросить его надо было спалить и дрени бабушки теперь визерис все-таки еще не до конца байки из склепа и мне кажется вообще в самом конце это будет вот это помните чудище которая выскакивала в байках из склепа вот это вот будет визерис мы только слышим как он говорит что королевство корона не сможет выстоять если дом дракона будет разделен он все еще как этот кот леопольд ребята давайте жить дружно такой такой наивный единственное вот в прошлом эпизоде мы увидели что король где-то на время достал свои яйца прикрутил их немножко поставил нас всех на места вообще за то что наследницу престола чиркнули ножом за это надо было женушку отправить вообще к молчаливым сестрам чтобы она уже там горшки мыло до скончания времен мало того что она распространяла информацию за по поводу того как бы может быть если бы эймонд указал на свою мать как бы король был бы в ловушке деваться некуда пришлось бы ее за 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 бунт в замке сдвигать с позиции а так но все равно взять порезать ножиком вот вот где лопнется вот где лопнется и теперь мы видим что тут видать знаете так 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 интересно порезали что здесь мы видим белые волосы что это открываются ворота и заходит бейларда веймонд веймонд но в этот момент почему они все так именно на него реагируют ну поживем увидим посмотрим как они это все обыграть теперь наконец-то мы увидим эту сцену где деймонд пошел и откопал яйцо ну молодец правильно этих перчатках я же вообще боялся жил на голыми руками полезно доставать это яйцо и скорее всего нам покажут рождение эйгона третьего там вообще будет ребята такая такая заварушка что представьте у алисента она родила эйгона второго а тут дэймон и рейнира рожают мальчика и тоже называет его эйгоном третьим там же такое дело можно 2 убрать и будет только один эйгон ну и видать нужны яйца положить в колыбельку поэтому дэймонд пошел это собирать кладку знаете как это выходишь утром селе я пошел посмотрел какая курочка снеслась драконтики какие посносились и ну наверно вот эта реакция от а хайтауру когда он сказал я буду здесь решать все вопросы за короля может в этот момент как раз в тронную залу входит рейнира с дэймоном теперь мы видим момент дикой ярости одного из сыновей рейниры и в то же самое время тоже сын алисенте проходит мимо эйгон 2 них начинается заварушка про поводу этой заварушки опять читаю из книги видите на слюнявлю страничку бывает не хочет переворачиваться когда пишу одним дублем вообще так стыдно короче говоря там же король хотел всех примирить король повелел и принцессе и королеве явится на торжество торжество со своими детьми кажется что есть женщин знак дружбы облачилась цвета другой я хочу вот хочу на это посмотреть я хочу увидеть рейниру в зеленом платье и алисенту в черном вот очень хочу не знаю сделают это и не сделать и обе вели себя как добрые родственницы большому удовольствию короля принц дэймон поднял чашу за сиру сера от ахайтаура и благодарил его за верную службу десница превозносил принца за его подвиги я хочу видеть эту сцену и скорее всего это будет знаете такой покер фейс который все разыгрывают все понимают все говорят одно но актер это замечательный и они будут именно отыгрывать вот что они говорят одно а мы понимаем что они имеют виду совсем другое что-то только все делается как маленький спектакль для короля давайте не будем расстраивать дедушку потому что ему может там уже жить осталось совсем немножко вот это же дети элисент и рейниры обменялись поцелуями и преломили хлеб так по крайней мере записано в придворных аналах в аналах написано шалам было хотя там вообще грипп однако рассказывает иначе когда король который был еще слаб удалился эймонд одноглазый поднял здравицу за трех братьев виларионов восхваляя их прекрасные карие глаза их великую силу говоря я не знаю никого сильнее моих добрых племянников так выпьем же за этих силачей костоломов а он в английском языке он говорит я не айду на anyone who is so strong strong потому что вот стронги это семейство такое наш не перевели с английского на русский когда фамилия какая-то она не переводится а стронги малолись и вдруг вы вместо уроков английского где-то там за школой сигаретку посмактовали и флейту для любого не осуждает но просто если вдруг что стронги это сильные вот я не знаю никого сильнее моих добрых племянников так выпьем же за трех силачей костоломов затем пишет карлик эйган старший счел себя оскорбленным когда джека эрис пригласил на танк джека эрис это старший сын рейниры танец его жену елену вообще конечно там эта девочка со своими тараканами пауками как танцевать вообще имеет или нет ну и после этого началась там драка которую судя по всему мы видим в тизере но вот в этот момент мы опять видим бледную пиявку опять снова про пиявок господи и сегодня я как в дуремар который проталкиваю пиявок все дуремары скинулись мне быстренько в донаты за проталкивание вашего бизнеса видим что дэймон пришел к ней теперь она знаете такой очень своеобразно вот серая пиявка серая пиявка да бледная пиявка и ищу в каком переводе называть и она вот и правда очень сложно понять на чьей она стороне потому что вроде бы она подыгрывала было от а хай кауру а может быть она специально это делала для того чтобы потом играть на стороне рейнира и дэймона не буду тут давать спойлеры именно как именно она задействована но вы увидите что этот персонаж еще очень много будет именно в сериальной вселенной это тоже такая себе мизинец без мизинца мы слышим что нас тоже говорит рейнира это видать до отъезда дэйс из-за трап звездных войнах это ловушка тут конечно тетенька показать в халате по-домашнему в тапочках видать узнали что там происходит какая-то фигня в королевской гравани и она никуда не пойду я голову не помыла бигуди не накрутила какая-то вечеринка какой там папа больной я вас умоляю еще не закончила на нетфликсе досматривать сериал такая по-домашнему я тоже так это вот я к вам на камеру надо прихожу там под марафей чуть волосы уложу там из ноздрей волосы повыдираю а так когда погода плохая или еще что-то я по дому в одних дети в школу уехали я сижу работаю в одних семейках но такое показывает не на этом канале вот тоже тут а этот собирается сражаться племяннички к мечу давайте проверим конечно нечестно смотреть на его прокачанный скилл и он еще вымахал так что где-то там питается молоком драконьим молоком подписывается поэтому и вырос так но все мы видим как эти между собой берутся александр маршал с одним и эймон с другим the face of the table прям все как по классике лицом стол так ну и потом от а хайтауэр говорит что война над нами нависает и мы видим как в город это по дворцовым воротам понятное дело что со знаменами веларионов приперся сюда именно именно вейман типа решил представлять но если вы обратите внимание мужики которые идут в доспехах которые ведут его у них эмблема хайтауэров маяк который светится зеленым светом может он заключил с ними договор потому что не похоже чтобы он был как бы под стражей мы видим что вроде там у него даже меч болтается не знаю посмотрим а если даже он идет под стражей то зачем людям алисенты его арестовывать все следующий эпизод воскресенье все посмотрели эпизод все все спойлер который хотел нам вам рассказывать на рассказывал жду вас теперь в комментариях еще ребята если понравились какие-то моменты не стесняемся говорим дядя вова хочу вот этот вот момент шорцы и тайм-код потому что я иногда вырезаю самые самые полюбившиеся моментики и выкладывает шорцы чтобы вы могли потом посмотреть может кому-то скинуть а когда настроение плохое может просто пойти по шорцам пошерстить и пересмотреть все на этом мой на сегодня обзор разбор дозор окончен желаю вам всего хорошего пока